И всем привет, ребят! С вами Старваник. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному анонсу. Уже где-то на протяжении трёх недель я не записывал подобный видеоролик. И сегодня, наконец-таки, у нас есть... О чём с вами поговорить? Сегодня у нас четверг, и сегодня у нас есть анонс 1 апреля. Плюс анонс новых скинов Legacy. Обо всём по порядку. Сегодня пройдёмся, поговорим. Ну и я жду ещё список обновлений, который должен быть тоже у нас в это время. Но почему-то его до сих пор у нас нет. Начнём с 1 апреля. Для всех был важен главный вопрос. Будут ли голды с премкой? И да, голды с премочкой будут. Всё, что у нас будет в золотых ящиках, уже написано. Скидки 30% на гараж и на ускорение 50 на запуск 30 очка. Дефолтные скидки у нас появляются. В принципе, как я и прогнозировал, что скидки у нас будут. По поводу голдов. Ситуация у нас следующая. С 1 числа по 4. Это, соответственно, пятница, суббота и воскресенье у нас будут праздничные 1 апрельские золотые ящики. И вот, что с них может выпасть. Тысяча кристаллов. 5 тысяч крисов, 10 тысяч крисов, 50 тысяч крисов. Сброс 2 золотых ящиков одновременно. Премка 1 день, 2 дня, 3 дня. Контейнер, бомба и моментальный заряд овердрайва до максимума. Нет у нас годмода, который был у нас раньше. Ну и появился у нас контейнер, которого тоже, кстати, у нас как внутри случайного золотого ящика тоже не было. Теперь у нас он появился. И интересно будет еще посмотреть, отдельно контейнеры будут падать от этих золотых ящиков или же нет. Или же все контейнеры, которые могут упасть, они будут падать как первоапрельские ящики. И просто там будет внутри один контейнер. И как это будет вообще озвучиваться, потому что у нас контейнера не было. Ну а так, по призам, все примерно стандартно дефолт. На моментальный заряд овердрайва до максимума это замена фулл расходки, которая там давалась на протяжении 5 минут. В принципе, это нормальный, наверное, голд. Если там, например, падает сразу несколько золотых ящиков, и у тебя ты прожимаешь овердрайв, подбираешь голд, у тебя опять фулл овердрайв, и ты опять там, например, летишь уже за следующим голдом. Вот, в принципе, ну, имеет место быть. Да, годмода убрали, это хорошо. Ну и дефолтная бомбочка в виде монстр-кила, она, конечно же, будет. И она будет, я думаю, что в большом количестве, как и всегда. Что касаемо премки, очень круто, что она есть. И то, что сама актуальность праздника за счет этого сохраняется. Но частота выпадения этой премочки, я думаю, что будет крайне-крайне маленькая. Часто точно премка падать не будет. По картам полигон, будущее, плато, отличные карты для ловли золотых ящиков. Здесь у меня никаких вопросов нету, полигон и плато вообще идеально. Будущее, ну, такое, 50 на 50, но я думаю, что вот больше акцент я лично буду делать на платошку, на полигон. Там, мне кажется, будет очень приятно эти голды ловить. Ну и по самому режиму, то есть это у нас обычная дефолтная ДМочка. И я заметил одну важную вещь. Группы в этой ДМке разрешены. И это тот самый момент, когда мы вместе с вами можем, как в старые добрые, половить золотые ящики. То теперь, только теперь вам не надо будет подпикиваться, да, то есть там на разного три, как мы раньше делали с Тёмиком, ставить сам, да, и подпикивали, ловили голды первоапрельские. А теперь можно будет просто в группу вместе зайти и ловить эти голды. Это очень круто и достойно. Поэтому ловите голды, формите премку. Надеюсь, что у вас получится. Переодевалка у нас отключена, но, в принципе, всё включено, кроме переодевалки. Ну, в принципе, нормально. Спецпаки. 10 ультраконтейнеров, 7 дней према, плюс красочка, это за 2000 спецпак. Повысили, вместо 3 дней дали 7. В принципе, лучше, чем было, но всё равно, ну, такой спецпак. 50 на 50. По поводу вот этого спецпака, 290 ультраконтейнеров и плюс устройство на Twins, турбоускорители плазма, в принципе, у тех ребят, у которых нет этого устройства, и кто покупает эти спецпаки по 20 тысяч тонкоинов, ну, наверное, неплохое спецпредложение. Называется Ruffle, ну, нормальный прикольчик, в принципе. Дальше, повышенный фонды и опыт, это всё понятно. Дефолтно появилось новое устройство для Twins'а, плазменный дисруктор какой-то, дисруктор, не знаю, что это там за устройство. Если сейчас у нас список обновлений появится, да, он появился, отлично, тогда мы зайдём там, посмотрим, что это за устройство. Также у нас, в принципе, вот эти старые уже устройства, да, магнитная смесь для фреза, парализующая смесь, HT Crusader, Vulcan и Hornet Ultra, Brony Crisis и всё, что падает с обычных кантов. Понятное дело, Coinbox'ы появляются, специальные миссии, которые в сумме у нас можно получить вместе с миссиями, с боевым пропуском и с миссией с премкой 18 ультра-контейнеров. По миссиям здесь, в принципе, ничего сложного. 90 тысяч урона, 5000 кристаллов, 1500 очков, 10 овердрайвов и 5 боёв каждый сам за себя. Ну, вообще, изи, просто изи миссии. Поэтому фармите, фармите бабосики, фармите, фармите, фармите премочку. Есть отличная возможность её получить, подфармить, заработать и в этом плане развиваться. Ну и появляются у нас новые Legacy скины, чему я тоже очень сильно рад. И при том, что они появляются и сразу же их можно будет получить с золотых цепочек в апрельских челленджах. Очень сильно надеюсь, что не будет повышена цена на эти челленджи. То есть, я имею ввиду на боевые пропуска, потому что что-то мне подсказывает, что такое может быть. Но Hunter Legacy, потом Twins Legacy. Первая, получается, первые две недели Hunter Legacy, потом вторые две недели, третья, четвёртая неделя апреля Twins Legacy. И вот такой вот сетик у вас может уже появиться в гараже. В принципе, комбинация очень крутая. Я, конечно, жду фреза Legacy. Мне очень сильно хотелось бы в свой гараж получить именно фреза. Но, в принципе, Hunter Twins линейка тоже довольно-таки старая. Hunter Legacy выглядел тоже очень сочно. Twins, ну, понятное дело, что тоже бодрячковый. Поэтому берите, фармите, нагибайте. Я считаю, что это тот челлендж, который многие ребята приобретут. И те ребята даже, которые в последнее время челленджи у нас не приобретали, его обрезательно возьмут. Как по мне. Не знаю, может быть, я не прав. Ну и по списку обновлений смотрим, что у нас здесь. Я его не смотрел, потому что его ещё не было. Появляется новое устройство для Twins'а. Плазменный дизруптор. Это устройство немного увеличивает дальность стрельбы пушки. И накладывает статус эффект подавления на одну секунду при каждом попадании. Ух, на Twins'а подавление сделали. На Twins'а подавление, я думаю, что это очень сильно будет. И ещё при этом написано, что немного увеличивается дальность стрельбы. Это тоже очень и очень хороший бонусик. По поводу... О, боевые чаты вернули? Но только внутри команд общаться между командами всё ещё невозможно. А, понял. Только внутри команд. То есть со своим командами теперь можно уже общаться. Мы понимаем, что общение важно для вас, потому попробуем вернуть боевые чаты. Но пока в несколько ограниченном виде. Если мы заметим увеличение числа нарушений правил, то будем вынуждены отключить чаты снова. Понятно. Парашюты для сброса ящиков в бою заменены на грузовые дроны. Так, всё, эта схема у нас поменялась. В принципе, как я и планировал, что они сейчас уже должны выходить. Обновлён внешний вид всех бонусных ящиков в боях и маркеров зон сброса ящиков на картах. Увеличено число стандартных контейнеров в призах за недельную миссию. С одного до трёх. Сюда бабки, сюда бабло. Вот это уже нормально. Здесь уже можно будет неплохо поформить. Пушка рикошет. Устройство дестабилизированной плазмы. Увеличен урон внутри радиуса поражения для некритических выстрелов. То, что я говорил в видеоролике. Дестабилизированной плазмы. Орех. Красавец. Просто красавец. Просто услышал, посмотрел походу. И сделал. Вот это я понимаю. Это супер бомбочка. Теперь это устройство, я думаю, что будет реально актуально в осаде. И, в принципе, всё то, что я говорил в этом видеоролике, окажется теперь стопроцентной правдой. Мы его обязательно протестируем. Стабилизация минус поля снижает скоростерельность на 10 вместо 15. То есть, стабилизацию минус поля, это, я так понимаю, дальность вроде на рикошет. Или что это за устройство? Я уже не помню. Вроде как дальность, да? То есть, сделали побыстрее, чтобы летели снаряды. Плазмафакел скорость снарядов снижается на 40 вместо 35. Так, это значит чуть-чуть поднерфили. И устройство Berserk вместо увеличения энергопотребления на 20%, теперь увеличивает скоростерельность на 25. Опа, Berserk. Апнули то устройство, которое я не тестировал и которое я говорил, что в нем вообще нет смысла. Раньше это устройство давало только потенциальный бесконечный баллон, теперь этот бесконечный баллон это повышенная скоростерельность. Мы рассчитываем, что это изменение повысит эффективность Berserk до уровня других устройств. Это очень и очень круто. То есть, обновление по рикошету, в принципе, довольно-таки грамотный. Критический урон у страйкера понизили с 900 до 1800 до, ну короче, на 50 единиц минимальный урон и максимальный на сотку. Ну, в принципе, ничего критичного, в принципе, здесь не произошло. Критический урон зато увеличили у грома, но увеличили его тоже довольно-таки мало. Насколько у страйкера уменьшили, почти настолько же у грома его увеличили. Сила удара тоже увеличена, но это все равно мало. Время перезарядки рисовых пушек увеличено с 1.4, 1.2 до 1.8. Чуть, короче, дольше перезаряжается пушка терминатора. Время разгона ракеты до максимальной скорости уменьшено с 2 до... Короче, сводка стала еще жестче, походу. Разгон ракеты до максимальной скорости уменьшено. Короче, да, сводка еще жестче. Увидев результаты последних изменений, мы пришли к выводу, что стоит еще сильнее разделить режимы стрельбы джиггернаута по ролям. Теперь рельсовые пушки предназначены для стрельбы на большую дистанцию, потому перезаряжаются дольше, а ракеты еще быстрее замедляются, чтобы остаться максимально полезными только... А-а-а! Подождите, а почему тогда там уменьшено? Скорость разгона уменьшена? Не понимаю. Здесь написано так, что как будто оно забущено. Либо я что-то не понимаю. Измены звания доступности режимов. Так, сделали их поменьше. И добавлены легоси скины. Кулдауны смены вооружения до 13. В пробитвах наоборот уменьшают. То есть, минута здесь в плюс, здесь в минус. Добавлено новое ежедневное задание. Оказаться в команде победителей 3-4-5. Ежедневное задание. Войди в тройку победителей упрощено и теперь всегда требует достичь цели только один раз. Начиная с ворент офицера. Так, ну короче, новые миссии появились. Ну в принципе, они такие, знаете, тут ничего такого сверхинтересного нет. Выполнить 3 ежедневных задания и за неделю теперь можно выдаваться в любом слоте. Короче говоря, что я могу сказать? Очень, очень хороший сегодня момент с обновлениями. Вот все, что я вам могу сказать. Этот видеоролик направлен исключительно на положительные моменты. То есть, ивент четкий. Два новых легоси скина. Бомба. Недельные конты теперь за недельную миссию в контейнерах вместо одного по троечке. И если бы еще бы здесь бы добавили бы за каждую легендочку не по одному, а хотя бы по три или по пять контейнеров. Я бы просто сказал, что это, наверное, лучшие обновления, которые были за последнее время. Но, к сожалению, этого не скажу. Но, в принципе, по обновлению, в принципе, все очень и очень достойно. Поэтому, ребяточки, фармите на первоапрельских золотых ящиках. Фармите премочку. Фармите легоси скины. Весь апрель. Ну и фармите тоже контейнеры дополнительные. Теперь их возможность приобрести будет более такая доступная, можно так сказать. Ну а по поводу пушек, по поводу рикошета, я думаю, что рикошет мы еще раз протестируем определенные устройства. Тот же берсерк, тот же дестабилизированную плазму, которую я хотел, чтобы ее апнули. Ну и по твинсу, я думаю, что тоже будет обзорчик. Твинс с подавлением. Я считаю, что это вообще должно быть очень имбовое устройство, которое должно нагибать. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшних обновлений. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком. И подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.